здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня очередной разбор фото взята с алиэкспресс поэтому я надеюсь автор авторских прав нам алиэкспресс не предъявит поэтому мы разбираем вот этот вот кардиган пальто я бы назвала его пальто увязанное но идея моя это мне не присылали это я сохранила это фото уже давненько хотела его разобрать вот наконец-то к нему добралась потому что к весне как раз как бы я считаю сижу на него связано она и с толстой пряжи что почему я решила в принципе его разобрать потому что она на самом деле вяжется очень просто просто пугает своими большими размерами но на самом деле справится элементарно новичок с этим пальто и при помощи хорошей красивой пряжи получит великолепную вещь вот вот правда новичок если уж совсем новичкам будет непонятно вы знаете что делать писать в комментариях я конечно вязать это пальто я не буду потому что пряжи нужно как минимум два килограмма я ссылки оставлю под видео рекомендованную пряжу приблизительной толщины вот два два с половиной килограмма у нас будет девчонки вес этого пальто это по моим предположениям вот возможно даже чуть больше поэтому если покупайте пряжу покупайте с таким расчетом чтобы у вас была возможность докупить зависит от размера зависит от длины то есть высоты размера и так далее поэтому учитывайте то что вам возможно придется докупить эту пряжу но и если уж вам нужен будет подробный попетельный мастер-класс я просто его могу связать в мини варианте то есть на тоненьких нитках и показать вам все 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 подробно это если будет большой ажиотаж вот вы знаете да все мои знают что если вдруг вещи у нас получила отклик мы ее вяжем подробно вот чтобы вы знали это и в будущем и на этом этапе значит что я рекомендую по входу пальто вот такая вот вот выкройка страшная но не бойтесь ничего страшного здесь нет в ней набирать я река так как пряжа толстая я рекомендую набирать сразу целое полотно потому что чтобы избежать лишних швов уплотнее утолщение на толстой пряжи это деформация это разные описание провисания стягивания поэтому не надо набираем значит что мы меряем мы меряем окружность бедер вот и к окружности бедер допустим 100 сантиметров и к окружности бедер мы добавляем что мы добавляем запах 10 сантиметров и свободу облегания 10 10 20 здесь у нас она такая большая свобода облегания поэтому плюс 40 сантиметров то есть всего наш кардиган должен быть 150 сантиметров вот это вот полотно при ширине бедер 100 сантиметров здесь учитывается достаточно широкий запах и здесь учитывается достаточно большая как бы прибавка на свободу облегания чтобы он был такой свободный большой то есть если вы не хотите но я думаю вы не захотите его там допустим 10 добавлять ну в смысле на целую ширину 10 20 до он не будет смотреться на мой взгляд тут тоже нужно хорошая прибавка значит вот таким вот образом то есть добавляем к этой к этому размеру свои мерки то есть свою свою окружность бедер если у вас грудь больше чем бедра значит добавляем окружность груди к этим размерам понятно значит что мы делаем набираем петли и вяжем и вяжем платочной вязкой все эти петли сколько у вас там их будет вы свяжете образец и посчитайте набирает платочной вязкой как я вижу где-то у нас 12-15 сантиметров далее вот эти 12-15 я ориентируюсь на сантиметры далее у нас идет планка 10 сантиметров 10 вот это и вот эта планка мы оставляем их и вяжем платочной вязкой продолжаем вязать платочной вязкой что касается буртика то здесь у нас двойная кромочная кромочная из двух петель чтобы было красивое оформление края у меня есть это кромочная видео не одна сама кромочная она там в планке ну и планку вы точно также можете сделать я оставлю это видео в описании вот чтобы посмотреть вот эту вот кромку далее что мы делаем и эта кромка вяжется вплоть до капюшона аж до верху видите да на фотографии а сам кардиган украшен этой двойной кромочной далее мы продолжаем вязать прямо до под подмышек вот прям меряем на себя пробуем где у нас с учетом припуска как бы рукава меряем и определяем длину здесь вот мерить не надо потому что надо мерять на себя прикреплять прикладывать смотреть в зеркало и определять одевать сапоги ботинки на каблуке или чем вы собираетесь это носить и меряйте на себя далее мы разбираем раз разбиваем на пройму все полотно на три части как же разделить значит 100 сантиметров бедра у нас это 50 сантиметров то есть полуокружность бедер и вот эти 10 и 10 у нас ушло сюда вот видите я чуть-чуть там не запуталась а просто быстренько объяснила значит что у меня здесь вот вот эти 10 сантиметров это припуск на запах вот эти 40 сантиметра это припуск как бы 20 и 20 сюда но наперед и на спинку значит плюс 20 у меня здесь сантиметра и вот эти еще чтобы 40 было плюс 10 и плюс 10 и плюс еще половина и половина вот этого запаха плюс 5 и плюс 5 я думаю вы поняли то есть у нас если мы полохват бедер 50 сантиметров на спинку у нас уходит вы потом пересчитайте это на петли девчонки 50 плюс 20 значит здесь у меня 70 полочка значит 50 на две полочки делаем это по 25 и плюс 10 и плюс 5 вот плюс 10 и плюс 5 это у нас получается 40 40 сантиметров плюс значит 40 сантиметров здесь и 40 сантиметров здесь вот мы разделяем здесь я просто сделала такой зазор но его делать не надо просто разделяем петли 40 сантиметров 70 сантиметров и 40 сантиметров вот по итогу у нас если сосчитать вот эти вот части у нас получается 150 то есть та цифра которую мы посчитали вот таким вот образом мы разделяем наше вязание на части и продолжаем вязать спинку мы вяжем здесь можем делать углубление здесь мы можем и не делать потому что толстая пляжа там углубление в 2 сантиметра она особой роли не играет а но потом просят ничего страшного не бойтесь что капюшон будет мешать не будет он мешать так что я бы вам рекомендовала здесь сделать я здесь нарисовала скос но тут уже на ваше усмотрение где-то по пять петель если хотите сделайте хотите спущенный рукав не делайте вот я здесь тоже на нарисую скос так далее мы вяжем каждую деталь отдельно здесь платочная вязка понимаем да потом что нам важно важно первое связать спинку и определить сколько петель у нас будет как бы уходить на горловину как правило это 15 до 20 вот 15 это 20 и не петель сантиметров извините вот потом мы определяем ширину как бы плеча оставшиеся петли отнимаем эти 20 сантиметров определяем допустим 20 здесь сантиметра 20 здесь сантиметра но это будет не 20 это будет 30 допустим нет ну или 20 5 я просто смотрю на эту цифру давайте 25 это так просто как пример то тот тоже количество петель вы должны оставить на пройму как бы вот эту вот то есть у вас здесь должно совпасть то есть здесь 25 и здесь 25 то есть вы вяжете высоту одинаковую потом допустим у вас 25 5 по 5 петель допустим вы сделали и здесь у вас должно быть 5 по 5 петель либо просто 25 петель закрыть либо закрыть ровно вот то есть плечи должны совпасть в вашем случае далее мы продолжаем вязать вот если 25 у нас допустим здесь у нас останется 15 петель 15 сантиметров и это наш капюшон который мы продолжаем вязать вверх при этом вот здесь вот мы добавим по две петли несколько раз допустим ну не говорю что много потому что немного у вас просто вот этот одна вторая должна быть вот этой цифры вот я не туда нарисовала вот этой вот цифры то есть добавить вы должны половину вот этого как бы половину горловиной спинки если она у вас 15 сантиметров то семь с половиной сантиметров вот тут вот здесь вот у вас петлях должно быть добавлено и здесь точно так же далее мы просто вяжем ровно на высоту вашего капюшона не довязывая где-то 10 сантиметров мы делаем вот эту макушку и убавляем как бы ну по одной петле в каждом лицевом ряду здесь и здесь и далее все петли закрываем либо крючком связываем вот капюшончик потом сшиваем ой не сюда а вот сюда мы его сшиваем потом мы его в общем в крови то здесь у нас пришивание капюшона никаких нету что очень удобно не будет никакого шва некрасивого смотрящего выглядывающего у нас просто сзади будет как бывший цвет капюшон что касается рукава то что я вижу что рука без прибавок он просто широкие красивые рука вы ширину определите уже по этому связанному полотну сложите вдвое и при приложите и посмотрите вот вы начинаем вязать платочной вязкой далее переходим на чулочную гладь и в конце для ката я бы связала незаконченными рядами оставив по три петли не закрывать а именно незаконченными чтобы не делать вот этих грубых закрытий петель просто для ката немножечко бы добавила вот и все девчонки а кстати вы определяете еще по пройме ширину рукава что забыла сказать мало того что измерить по изделию вот и все девчонки я думаю все понятно вот не так все страшно как кажется вот здесь конструкция такая вроде бы как страшная на самом деле она не страшная поверьте мне вот я же говорю если наберет видео допустим 100 тысяч просмотров и просьб будет хотя бы стоп под видео я сделаю мини версии все покажу наглядно все девчонки давайте так и договоримся если видео набирает как минимум 100 тысяч просмотров знать мы его вяжем если набирает значит идем дальше ищем интересные модели дальше все а на сегодня все девчонки с вами была вика школа рукоделия всем пока пока